Добрый день, дорогие зрители канала Садовый мир! Я нахожусь в теплице. Середина декабря, а на следующий год здесь будут расти томаты. Высокорослые, эндотерминатные и тепличку я заранее подготовила. Если вкратце, то зачистила от растительных остатков. Здесь у меня были огурчики, поэтому была возможность убрать всю мульчу, засеять грядочки сидератами, заделать их потом в почву, обработать биопрепаратами, поскольку заболеваний серьезных огурцов у меня здесь не было. Поэтому вот такой легкий способ, скажем так, справиться с патогенами. Обязательно теплицу тщательно помыла и спланировала все свои посадки. Сегодня я вам расскажу, какие томаты черри коктейльного типа и порционные томатики для целенаплодного консервирования, томатной переработки и просто употребления в свежем виде я выбрала для следующего сезона, для яркой томатной феерии. Давайте поговорим об этом подробнее. Мои дорогие, если вы заглянете в каталог производителя Агрофирма Партнер, вы увидите, что томатов черри действительно очень много. На любой вкус, разного цвета, разной формы плода. И даже кисти, которые формируют томатик, увешанные такими плодами, будут совершенно разные формы. Но все мои члены семьи солидарны в одно, что каждый год мы обязательно должны поставить хотя бы один-два куста томата черри краски. Это настоящие сладкие конфетки. Ярко-желтые томатики 20-25 граммов каждый плод, такие сочные, с тонкой кожицей, и в то же время они очень крепкие, устойчивые к растрескиванию, и самое главное, отлично транспортируются, лежат, ведь это гибрид LCL-типа, то есть это лёжкий томат, который отлично переносит любую перевозку на длительное расстояние. И дом он у вас полежит довольно долгое время, если вы его задумались кушать не сразу, а, допустим, сохранить в холодильнике, либо на подоконнике в виде позднего урожая, который будет дозревать уже в домашних условиях. Большой, скажем так, плюс этого томатика в том, что он формирует большие объемные кисти, до 20 плодов на такой одной кисти вызревает, и самое главное, кисти не похожи одна на другую, и простые, и сложные, полусложные, то есть в зависимости от условия освещения, от грамотного графика подкормок томат выдаст вам шикарный урожай. Самое главное, что меня в нём ещё привлекает, это то, что томат раннеспелый, буквально на 95-й день с момента полных сходов растение уже даст вам первые спелые вкусные плоды. И самое главное, что этот томат устойчив к большой группе томатных заболеваний, поэтому обязательно я его каждый год выращиваю. И ещё к нему в компании берут череп «Ваше благородие», томат, который я выращивала уже два раза, и, как говорится, бог любит троица на следующий год, тоже беру его в компанию. Раннеспелый, но дороминантный гибрид, и самое главное, куст у него для череп, достаточно компактный, поэтому если вам, например, нужно сформировать посадки томатов череп в тепличке, смело можете сажать его в торце теплицы, он там отлично уберётся. Формируют простые, полусложные кисти, в том числе очень насыщенные именно плодами, до 20-30 томатиков в вытянутой сливовидной форме, ярко-красного цвета. Масса их тоже будет до 20-25 граммов. Плотные, сочные, вкусные, с большим содержанием тоже сахаров, потому что вот я, как его выращивала уже два года, у меня сложилось о нём такое впечатление, что вот он сладенький томат, но всё-таки с ярко выраженной такой вот кислинкой, что мне в нём и нравится. Многие садоводы-огородники выращивают томаты черри именно для употребления в свежем виде, чуть ли не с куста, поэтому не отказывайте себе в удовольствии и выращивайте эти томатики, ведь они урожайные, неприхотливые, а самое главное, их любят и взрослые, и дети. Подходят для сервировки, для украшения любой овощной, скажем так, нарезки, в том числе для употребления в целом виде салатики, очень удобно добавлять, и подходят в том числе для консервации. Мы вам уже неоднократно показывали рецепт томата черри в снегу, аппетитные вкусные баночки, поэтому смело пробуйте, экспериментируйте. Томатов черри в каталоге «Географируем партнёров много». Выбирайте по вкусу и по душе. Наши современные огородники достаточно избалованные товарищи. Нашим бабушкам такой ассортимент томатов и не снился. Сейчас томаты можно выбрать по высоте куста для защищённого открытого грунта, в том числе по размеру и форме плода, по окраске. Каких томатов только для нас не вывели и с различными вкусовыми оттенками. Только что мы с вами говорили о томатах черри, которые я буду выращивать на следующий год в теплице в защищённом грунте. К ним в компанию беру два замечательных томата именно коктейльного типа. Чем они отличаются? У них плоды покрупнее. И, соответственно, урожай мы с них получим побольше именно в массовом выражении. Ведь масса каждой помидорки в кисти в среднем где-то 30-40 граммов. Если говорить о томате, летний бал. А если говорить о томате кокта, томатики будут чуть покрупнее, до 50 граммов. Что мне импонирует в этих двух гибридах? Для меня это новинки. Пробуйте их выращивать, будут впервые. И обязательно расскажу вам о результатах. Это раннеспелые гибриды. Вот, например, летний бал плодоносить начнёт с моментов полных сходов буквально на 85-90 день. И получим урожай мы уже в начале лета. Самое главное, что формируют довольно объёмные кисти. С количеством плодов от 8 до 12 выровненных, ровненьких, яркого красного цвета. И посмотрите, плоды выглядят очень аппетитно. По описанию должны быть сладкие, плотные и устойчивы к растрескиванию и осыпанию. Это очень важно для дачников выходного дня. Ведь томаты зреют каждый день. И когда вы приезжаете на выходные, вы соберёте полное лукошко красивых вкусных томатов, которые подают не только для фуршетной подачи, не только для употребления свежего видения, в том числе с куста, но в том числе и для целенаплодного консервирования. Вот такие томатики можно заложить в банку и залить томатным соком. Они отлично у вас промаринуются. Либо, например, приготовить вот такие замечательные вяленые томаты. Ведь если говорить о черетоматах, их нужно очень аккуратно сушить и вялить. Они очень быстро пересыхают. А вот томаты коктейльного типа, они помясистые, покрупнее и выдают очень ровненькие вот такие вот вяленые томатики, которые очень хорошо использовать именно в заготовках. Вы часто спрашивают, до какой консистенции нужно высушивать томаты для того, чтобы получить аппетитную заготовку в итальянском стиле. Я отвечаю сразу сейчас на ваш вопрос и хочу показать вам любой томатик. Вот сейчас мы на морозе сидим, и видите, они все-таки немножко охладились. Они должны быть вот такие вот эластичные и не ломаться, не трещать. То есть какой-то процент влаги они должны содержать. И потом мы их уже закладываем в баночки слоями, перестилая высушенным или свежим базиликом, который берем со своих урожайных грядок, ломтиками, слайсами нарезаем чесночок, пересыпаем ароматными травами из итальянского ассортимента, как правило, это обычные готовые сухие смеси, солим морской солью и заливаем горячим маслом. Объедение. У нас такие баночки уходят на ура. Для приготовления пиццы, горячих бутербродов просто добавить к свеженьким томатам с брынзой, с растительным маслом. Объедение. И вы иногда спрашиваете еще в комментариях, Анна, когда же вы все успеваете? Я иногда думаю, что я ничего не успеваю, и моя задача в переработке сделать сразу банок 10-15 вот таких томатов. Это для употребления именно осенью, ведь они должны немножечко настояться. А остальные томаты я просто вот так вот вялю в сушилке, складываю герметично в контейнере и храню в прохладном месте. Сейчас из них можно делать такие же аппетитные заготовки. Они ничуть не потеряли аромата, как пахнет летом. И сушеный базилик у нас есть, специи есть, чеснока уродилась у нас в волю, поэтому можно сейчас сделать заготовки, не спеша, вспоминая лето, и планирую следующие посадки. Для аналогичных заготовок в следующем году, видите, я уже делю шкуру неубитого медведя, потому что я уверена, что урожай будет отличный. Я буду использовать томат коктейльного типа черри кокта. В отличие от предыдущего томата, который я вам сейчас рассказывала и показывала, напоминаю, это летний балл, он чуть-чуть покрупнее. Масса его плодов достигает до 50 граммов. Сочный, вкусный, транспортабельный. И самое главное, он формирует по 12-15 плодов в таких вот вытянутых кистях. Это значит, что урожай будет достаточно хороший. И формирует урожай он до плодоношения, скажем так, вступает на 90-95 день. То есть начинает у нас коктейлик первый летний балл, его подхватывает черри кокта, и мы успеваем накушаться его в свежем виде и перейти к заготовкам. Что хорошо в этих двух гибридах? Они устойчивы к заболеваниям, а это значит, что нам меньше потребуется обработок от заболеваний основной томатной группы. И в компанию. Еще беру вот такой томат Гейша. Нарядный желтый кистевой гибрид. Он тоже формирует множество плодов. Масса где-то в среднем 25-30 граммов. Ярко-желто такого янтарного цвета. И еще 15-20 плодиков вот такой вытянутой сливовидной формы отлично подойдут и для консервирования, и в том числе для употребления в свежем виде. Он тоже характеризуется хорошей завязываемостью. Я посмотрела, как он выглядит на упаковке и просто влюбилась. Потому что я люблю желтые томаты, честно говоря. И они очень нарядно выглядят именно вяленые. Когда мы чередуем, например, темно-красные томаты, которые увяливо стемнеют, а желтые томаты такую яркую прослойку составляют в баночке. И по вкусовым свойствам ничуть не уступают. Кстати, если у вас аллергия на красные овощи, плоды и ягоды, используйте для питания вот такие слабокрашенные плоды. Ведь есть даже сейчас даже белые томаты. Но самый лучший вариант – это желтые томаты. Они не содержат такого ярко-красного пигмента. Поэтому вашему здоровью ничто не угрожает. Самое главное, что томат гейша, он еще характеризуется именно большим содержанием сухих веществ. Поэтому для таких заготовок, как вяленье, например, он отлично подает. Меньше требуется времени для нахождения его в сушилке либо в духовке. Также можно его использовать и для других томат-продуктов. Но не отказывайте себе удовольствия покушать его свеженьким, пока он спелый и ароматный. Еще хочу остановиться на трех новинках, которые буду выращивать в защищенном грунте. В этой же самой теплице. Это томатные гибриды «Джаз», «Финалист» и «Майами». Ранеспелые, индоторминантные, высокоурожайные гибриды для выращивания в открытом и защищенном грунте. Если у вас есть высокие дуги, припогнятая грядка, смело тоже их высаживайте. Достаточно создать им необходимые условия на старте, и, соответственно, урожай вы все равно получите. Не расстраивайтесь, если теплица в вашем огороде, как говорится, не предвидится. Это не повод для того, чтобы отказаться от этих красавцев. Что их объединяет? Это то, что томаты более крупноплодные. Масса каждого томатика в кисти будет в среднем где-то от 150 до 200 граммов. Томаты универсальному значению. Это значит, что все, что вы задумались делать с томатами, вам удастся в том числе и с этими красавчиками. И в баночку ровненькие положить, и в томатопродукты переработать, побаловать себя свежими вкусными салатами, и угостить гостей транспортабельные лёжки устойчивой к растрескиванию. И самое главное, что если вы высадите сразу три томата, они будут подхватывать друг друга именно в конвейере плодоношения. И у вас не будет томатного свала. Вот, например, томат Майами вступает в плодоношение в среднем где-то на 95-й сотый день. Растение достаточно мощное, даёт в кистях где-то 6-7 округлых плодов, и плоды 3-4 камерные с высокими вкусовыми свойствами. Если говорить, например, о вкусовых каких-то свойствах, в разрезе вы увидите зелёную пульпу. Это говорит о ярком вкусе томата. Он хорошо хранится и отлично транспортируется, несмотря на тонкую кожицу. Ещё его собрат – это финалист. Он тоже достаточно быстро вступает в плодоношение. Это на 95-й сотый день. Растения среднеоблиственные, и умеренной силой роста характеризуются, и короткими междоузлями. Это значит, что больше кистей вы получите. Буквально над 7-8 листом формируется первая кисть из 5-6 тёмно-красных плодов. Про массу я уже рассказала. В разрезе вы увидите 3-4 камеры с достаточно толстой стеночкой. Чем хорош томат? Как и предыдущий, он тоже устойчив к растресканью, обладает высокой лёжкостью, отличными вкусовыми свойствами. Зелёную пульпу в разрезе вы тоже увидите. Значит, яркий вкус тоже гарантирован. И самое главное, что у него хорошие показатели транспортабельности и лёжкости. Значит, то, что вы собрали, сразу у вас не пропадёт. Даже если томат будет спелый, вкусный, сочный внутри. И ещё один томат замечательный. Это томат джаз. Ранеспелый, детерминатный гибрид для защищённого грунта. Уже на 95-й день вы получите отличные плоды, спелые, вкусные. Буквально над 8-м листом получите первую кисть и последующую через 2-3 листа. Это масса плодов до 200 граммов, ярко-красно-темного цвета и с пятикамерными такими вот в разрезе. Пять камер будет в разрезе у томатика. И, что самое главное, выровненные лёжкие плоды. Вкусные, ароматные. И, как я уже посмотрела, тоже универсального назначения. Все томатики отлично дополняют друг друга. Это хорошо, когда у вас томаты разные, до срока созревания. Немножечко разные по массе, разные по вкусовым нюансам. Вот бывает, огрядку посмотришь, 3-4 куста стоят вроде с практически одинаковыми плодами. А возьмёшь томат в руки, поднесёшь, как говорится, поближе к носу и чувствуешь у каждого свои какие-то ароматные нюансы. Начинаешь томат раздевать, кожицу у одного потолще, у другого погрубее. У кого-то мякоть более сахаристая, в каком-то большее содержание сока, в другом большее содержание суховощества. Поэтому вы получите томатную радугу вкусов, ароматов, цветов. И самое главное, каждый член семьи будет удовлетворён, потому что мы все разные, и это отлично. Нам всем нравятся совершенно разные томаты. Именно поэтому я всегда стараюсь тщательно подобрать программу «Врач» на следующий год. И для открытого грунта, и в том числе для защищённого, как я уже сказала, целую грядку отдам вот под эти томаты. Напоминаю, томаты у меня будут коктейльного типа. Это летний бал и черри кокта. Вот они. К ним в компанию великолепную, жёлтую, кистевую, вот такую красавицу. Гейша. Тоже отлично подходит для вяленя. Вот я её для этого, как говорится, подготовила. Черри краски и черри ваше благородие. Это конфетки на грядке. Радость детей, взрослых. И отлично это подходит для консервации, в том числе употребления в салатиках. Не надо резать, сразу помыли и закинули в салатник. Дополняется практически любыми овощами и будет просто чудесный салатик. И вот такие томаты, более крупноплодные, универсального назначения и немножечко как бы с пролонгерным созреванием. Одни пораньше, другие будут подхватывать и завершать плодоношение. Это Майами, Финалист и Джаз. Выращивать буду их впервые и с нетерпением жду нового сезона. Кстати, вы, наверное, уже обратили внимание, я сижу в тепличке, а на фоне у меня стоят пакеты. Вы скажете, что это за кульки у вас, Анна? Дело в том, что осады у меня очень много. Вы знаете, что у меня 4 теплицы, 5-ая в проекте. И, соответственно, почвы для перевалки, особенно на поздних сроках, требуется много. Поэтому вот такие заготовочки делаю. Здесь у меня в основе идет компост собственного приготовления. В основном это скошная трава с именно компостирующими какими-то препаратами просеянная, выбранная от крупных грубых остатков. К нему добавляю несколько частей зрелого перегноя из коровьего навоза. Все это смешиваю. При необходимости добавляю раскислитель, потому что такие органические компоненты, они закисляют уже потом будущую почву-смесь. И укладываю в мешки и оставляю в зиму промораживаться. Потом эту почву-смесь я буду использовать именно уже для взрослой рассады. Весна может быть непредсказуемой. Бывает так, что запоздает, рассада переставит и требуется перевалка. Уже, например, в литровой горшочке. А для этого нужна будет почву-смесь. Маленькую рассаду сначала сею, а потом пикирую. Я в готовые полностью почву-грунты. Они, как правило, обеззараженные и в них все компоненты необходимы для сбалансированного развития рассады и есть. А вот такие заготовки уже, как говорится, для взрослых. Бывает, что рассада переставит, поэтому нужно ее поддержать. Видите, я уже полностью готова к следующему сезону. Уже, считаю, месяца до рассадного периода. С удовольствием сейчас буду пока перекладывать свои пакетики, планировать, где на какую гряночку что посажу. Всегда готовлю схему рассадки по наименованиям уже в зимнем периоде. У меня есть амбардная книга, где я веду все свои записи по будущим посадкам. Советую делать вам то же самое и весной вы сэкономите значительное время. Когда у вас все будет подготовлено и спланировано, вы четко приступите уже непосредственно к высадке и уходу за высаженными растениями. А там рукой подать до урожая. Мы все для этого сделали. Программу выращивания составили. А вам я желаю скорейших новогодних праздников, отличного настроения, погоды, прекрасного самочувствия и подготовиться тщательно к сезону 2023. Заходите по ссылочке в каталог производителей и выбирать томаты по душе.